Дорогие друзья, только что мы посмотрели замечательную архивную выставку, посвященную польско-советской войне 1919-1921 годов. На протяжении многих лет память о ней оставалась в тени трагедии гражданской войны, на периферии общественного мнения. Однако без осмысления этой важной страницы прошлого невозможно дать объективную оценку всей польской политики межвоенного времени, периода между Первой и Второй мировых войн. В том числе объяснить сближение Польши с нацистской Германией или самоубийственную игру Варшавы в преддверии войны. Распад Российской империи основал собой возникновение целого ряда новых национальных государств, в том числе и Польши, вновь получившей свою независимость. При этом герцарский мир установил лишь западную границу этой страны, тогда как в отношении восточных границ Варшава руководствовалась собственной концепцией Междуморья. Польские националисты рассчитывали последовательно осуществить полонизацию Украины, Белоруссии и Литвы, часть территории которых несколько веков назад входила в состав Речи Посполитой. Очевидно, что в такой конструкции интересам советской России, как и русскоязычному населению, проживающему в соседних с Польшей странах, попусту не находилось места. Стараясь избежать прямого столкновения, советская сторона неоднократно выражала готовность урегулировать территориальные споры мирным путем. Однако Варшава не проявила склонности к компромиссам. Дождавшись исхода противостояния Красной Армии с Деникиным, польские войска, имея четырехкратное превосходство в численности, начали наступление на советскую Украину и 7 мая 1920 года полкиев. Одновременно были захвачены обширные территории Западной Белоруссии. Вскоре в оккупированных районах начались еврейские погромы, жертвами которых стали десятки тысяч человек. Однако в Варшаве недооценили возможности советской России. Переброшенная на Украину 1-я конная армия Бузонова прорвала польский фронт и, выйдя оккупантам в тыл, обратила их бегство. Стремясь закрепить успех и руководствуясь доктриной мировой революции, Красная Армия развернула наступление на Варшаву и Львов. И эйфория, охватившая часть советского руководства, не позволила объективно оценить низкий уровень революционных настроений среди поляков. Поражение Красной Армии под Варшавой, ставшее следствием практических военно-политических просчетов и чрезвычайного истощения сил, преподносится современной польской историографии как чудо на вис. При этом последовавшие за ним события редко когда становятся предметом широкого обсуждения. 18 августа 1920 года Юзеф Пилсудский обратился к польскому народу с призывом не дать уйти с польской земли ни одному оставшемуся в окружении красноармейцу. В результате более 20 тысяч советских солдат и офицеров погибли от нечеловеческих условий содержания в концлагерях или были убиты целенаправленно. Рижский мирный договор, заключенный 18 марта 1921 года, засектировал существенные изменения советско-польской границы. Землезападная Украина и Западная Белоруссия, населенные преимущественно русскоязычными жителями, по его условиям отходили в Варшаве. Репрессии и принудительное ополечивание украинцев и белорусов длились вплоть до возвращения этих территорий в состав Советского Союза в сентябре 1939 года. Неудивительно, что тогда, в сентябре 1939, местное население встречало красноармейцев как освободителей. Завершая свое выступление, я хотел бы отметить, что русофобская политика Пирсуцкого, восхваляемая сегодня многочисленными польскими пропагандистами, в конечном счете не принесла его стране никаких значимых дивидендов. Упустив шанс на восстановление отношений с Советской Россией, Польша за 20 лет оказалась, по сути, в полной политической изоляции, а затем и вовсе лишилась с трудом достигнутого суверенитета. Полагаю, что этнический национализм, реваншизм и склонность к внешней агрессии, проявленные польским руководством в период с 1919 по 1921 годы, могут рассматриваться как предвестники страшной болезни, поразившей целый ряд стран Европы и в конечном итоге воплотившейся в идеологии нацизм. Спасибо за внимание, и я хотел бы попросить поставить видеообращение министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова. Уважаемый Андрей Николаевич, уважаемые коллеги, друзья, рад возможности обратиться к организаторам и гостям выставки, посвященной очень непростому вопросу истории 20-го столетия, польско-советской войне 1919-1921 годов и Рижскому мирному договору. Прежде всего, хотел бы поблагодарить Росархив музейных работников, которые провели большую работу по формированию экспозиции. Существенный вклад несло и Министерство иностранных дел России. Благодаря приложенным совместным усилиям удалось собрать уникальные архивные материалы, освещающие события столетней давности во всей их совокупности и полноте, в том числе сюжеты, которые прежде считались неудобными и замалчивались. Многие из документов, находившихся на особом режиме хранения, были рассекречены специально для этой выставки и впервые вводятся в научный оборот. Все это позволяет создать целостную, объективную картину событий тех лет, включая предысторию конфликта и позиции сторон на разных этапах его развития, а также лучше понять подоплеку принимаемых политических и военных решений. В этом плане выставка имеет большое научное значение. Уважаемые друзья, мы – последовательные противники политизации истории, тенденциозных однобоких ее трактовок, тем более использование событий минувших дней в узкокорыстных конъюнктурных целях. Подобная практика порочна и лишь способствует росту межгосударственной напряженности, углублению дефицита доверия. Как отметил президент Путин, нужно избавиться от фобий прошлого, от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались еще с прошлых веков. Именно таким подходом руководствуется российская дипломатия, продвигая положительную, объединительную, устремленную в будущее межгосударственную повестку дня. Последовательно исходим из того, что история должна объединять, а не разъединять. А чувствительные сюжеты следует оставлять на рассмотрение профильных, компетентных специалистов. Рассчитываю, что свой вклад в деполитизированное изучение прошлого внесет и данная выставка. Уверен, она вызовет большой интерес у широкой общественности, придаст дополнительный импульс научно-исследовательской деятельности. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Прошу выступить Анатолия Васильевича Туркунова. И, Александр Николаевич, мы иногда слышим ваш голос, поэтому я прошу на время выступления коллег отключить звуковую дорожку. Спасибо. Анатолий Васильевич, пожалуйста. Спасибо, Сергей Юрьевич. Я сегодня уже говорил о том, что знакомство с каталогом выставки и предшествующие разговоры с коллегами, но и наконец сегодняшнее открытие заставило меня мысленно вернуться в 2008-2013 год. Это период активной работы российско-польской группы по сложным вопросам, вытекающим из двусторонних отношений. Хочу напомнить, что эта группа была создана решением руководителей России и Польши. И президент Российской Федерации не может последить за работой этой группы, мы регулярно докладывали об итогах ее работы. При этом группа работала совершенно самостоятельно, автономно, не испытывая никакого политического давления или воздействия со стороны властей. И главное ощущение тогда и сегодня было весьма парадоксально. Исторические проблемы, если мы им занимаемся, опираясь на документы и занимаемся с целью лучшего для многого в будущем, действительно сближают. Сближают ученых, сближают политические элиты. Если они не глухи, ко мнению исследователей, сближает общество, когда историки и политики находят в себе желание, не умение транслировать примирение и взаимопонимание в общество своих стран. Чего мы, к сожалению, сегодня не видим со стороны польских политических деятелей. Выставка сегодняшняя, на мой взгляд, однозначно работает именно на сближение, на диалог, спокойный и элитоничный анализ прошлого нескольких современных государств Восточной Европы, которые исторически были частями Речи Посполитой и Российского государства в разных итерациях этих исторических двенант европейского континента. Сегодня уже говорилось достаточно много, собственно, о Польско-Советской войне, но я бы хотел внимания привлечь коллег к Рижскому мирному договору и системе отношений, которая еще будет преподносить открытие и небесполезные эминсценции при ее пристальном изучении. В истории международных отношений вообще можно выделить два типа дат и событий. Первый – это даты общеизвестные, которые возбуждают сильные эмоции в обществе и политических кругах. Ко второму же типу относятся даты и события, оказавшие не менее серьезное влияние на реальный ход истории, но не ставшие предметом общественной дискуссии широкой. Думается, что для профессионалов второй тип событий может быть иметь большее значение с точки зрения раскрытия существа в исторических процессах. В ходе работы нашей группы совместной серьезное внимание было уделено и войне 1921 года. И мы тогда пришли к пониманию с польскими коллегами, что общественное восприятие и память об этой войне сколь многокранно, столь же и туманно. Туманно прежде всего потому, что ни в социалистической Польше, и тем более в Советском Союзе, особенно в сталинский период ее существования, об этой войне, ведь, почитали, вообще не вспоминать. Для профессиональных же историков, издавшихся совместные, тома по этой проблематике, проводивших конференции, вряд ли все это приносило много элементов новизны. В июне 2011 года в Лиге, в доме Черноголома, где, кстати, и был подписан Рижский договор, прошла международная конференция с участием российских, польских, белорусских, украинских, литовских и латвийских участников. Анализировать войну, наверное, можно и дальше, но гораздо важнее посмотреть на то, как и какой мир был создан по ее завершению. Рижский мир дополнил и детализировал Версальский порядок для северо-восточного сегмента Европы. Конечно, российские коллеги, и я в том числе, не готов использовать термы популярной у многих современных польских историков, Мерсальско-Рижская система, для описания всего европейского порядка в межвойных периодах. Однако очевидно, что почти два десятилетия существования молодых государств в восточноевропейском и балтийском политическом субрегионе обеспечила сложная система перекрестных политических и юридических, на гарантии создавшихся при активном участии молодой советской России. Ставшая явная тщетность надежды на скорую мировую революцию ускорили процесс обретения внешнеполитической зрелости большевистского руководства, о чем сегодня говорилось, и в послании, в том числе, президента приветствуем. Это привело к подписанию уже в 2020 году серии договоров, которые оформили западную и северо-западную границу советской России, закладывали принципы ее отношений с Эстонией, Литвой, Латвией, Финляндией. Литвский мир оказался более масштабным, чем традиционные двусторонние соглашения, уже потому что охватывал кроме двух главных противников, по завершившемуся военное противостояние еще и Украину с Белоруссией. Тем самым окончательно очерчивался советский государственно-политический ареал в Европе, завершался период постравительственного и послеимперского размежевания. Еще более важным, этот договор стал для Польши. Он позволил закрепить географические пределы суверенитета хотя бы на части границ и сконцентрировался на юго-западном направлении, на Силизии. Литвский мир стал точкой перехода от первичных параметров межвоенной системы, запрекленных в Версалье и Сирии, связанных с ним, от дотипных договоров с Анжерменским, Нийским, Преанонским, ко объективно востребованной корректировке этой системы. Собственно, в корректировке в Версальском порядке и сыграли важнейшую роль те страны, в которых не было дамыслово или оно не было слышно вообще. В 18-19 году и главная партия принадлежала в этом акте Россия, Германия, Польша, а на юго-востоке Европе и Турции. Корректировка системы шла как по линии субубо-сепаратной, например, Лапарский договор, так и через многосторонние механизмы Геннольский, Гарский, Лакарский, Лазарский, Балтийский конференции. Новые, весьма своеобразные, незавершенные в своей социальной структуре и международной идентичности возникли на обломках Германской, Азро-Венгерской империи. Наверное, их и можно условно называть составными частями рижского субрегионального порядка. После прихода к власти, ситуация такая сохранилась, как мы знаем, до 1933-1934 года. После прихода к власти в Германию нацистов, вопрос о ликвидации Версали стал вопросом времени. Рижские установления, как часть версальской системы, начали рушиться вместе с ней. Менялась и специфика внутреннего развития. После затяжного кризиса и реценции при наличии реального или милого вага все более ясно стали доминировать авторитарные черты во внутреннем развитии главных стран и регионов. Нужно заметить, я бы хотел подчеркнуть, что политика Советского Союза в отношении многосторонних инициатив межвоенного периода была искренне амбивалентна. Однозначно доминирование ориентации на двусторонние договоры с сильнейшими, как иногда показывают и пытаются изобразить игроком системы, стало уделом уже гораздо более позднего, иного периода обусловленного и иной международной ситуации, периода внешней политики Москвы уже накануне Второй мировой войны. Завершая, хочу сказать, что в любом случае рижский мир и его уроки это уроки, при том, что, конечно, это было совершенно не совершенно нестроюдливым, и с этим нельзя не согласиться, но вместе с тем это пример успешной дипломатии, в том числе успешной российской дипломатии, которая только вставала на ноги. И если почитать и мемуары, и почитать исторические сочинения, связанные с ходом рижской мирной конференции, то мы увидим, как Москва умело реагировала на те изменения, которые происходили в ходе дискуссий, проходивших на ноги. И в том, что было еще очень много стран, хочу напомнить об этом, не только советско-польская конференция, но и украинская, и белорусская страна, и Литва были увлечены. И поэтому нам надо было найти тот баланс интересов, который позволил бы подписать этот договор и обеспечить мир и спокойствие, пусть и временное, но тем не менее почти на два десятилетия, на западных и северо-западных границах Советского Союза. Спасибо. Спасибо, Анатолий Васильевич. Передаю микрофон Владимиру Васильевичу Чебединскому. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Пересказывать ход событий польско-советской войны того времени легко. Такая широко известная в узких кругах, как говорили, история войны. Практически можно в нескольких предложениях. Сначала Советская Россия предоставила Польшу независимость, равно как в Финляндии польское правительство во главе с Пелсуцким не удовольствовалось теми границами, которые Польша могла получить без боевых действий и опираясь на масштабную военно-финансовую помощь Англии, Франции и США начала ползучим образом расширять свою территорию за счет Литвы, Белоруссии и немного Украины. Не встречая сопротивления, поскольку Краснодаре было не до них. Много раз Советская Россия пыталась договориться по-хорошему. Ощущая слабость Москвы, Польша развернула широкое наступление, займала почти значительную часть Украины, Киев, потом контрнаступление, потом наши красноармейцы у стен Варшавы, и потом чудо на Висле, которым по сей день гордится Польша, называя это небывалой победой. Мы понимаем их, это, пожалуй, первая победа с военного польского государства со времен Сигизмунда Вазы и с мутного времени, первая военная победа. Поэтому нельзя не относиться к этому чувству национальной гордости с пониманием. Если говорить об итогах войны в целом, то, конечно, никакой победы не было. Это было победоносное поражение с обеих сторон, со стороны Польши и со стороны Советской России, и рижский мир не устраивал, по сути, никого. Собственно, он стал той частью Версальско-Рижской системы, которая и обеспечила перемирие на 20 лет. Я не хочу пересказывать сейчас условия рижского мира, об этом было много сказано и во время презентации выставки, во время предыдущих докладов. Не буду говорить о унижении и политике полонизации украинского и белорусского населения в тех территориях, которые зашли больше. Опять же, история повторилась. Все то же самое, что было в 17-18 веке. Все пошло по второму кругу и предопределило встречу с цветами красноармейцев в 1939 году. Я хочу подчеркнуть еще раз, что вниманию историков, конечно, нужно дополнительно изучать обстоятельства плена и гибели в плену красноармейцев наших, оказавшихся. Их число до конца неизвестно. Известно, что есть максимальные оценки, что 75 тысяч красноармейцев не вернулось домой по разным причинам. Минимальная польская оценка, вот около 20 тысяч погибло в плену от нечеловеческих условий. Есть существенно больше. Но надо понимать, что эти события, они являются не менее острыми для российско-польской отношений, чем карханская проблема. Об этом надо говорить. Вторая тема. По ходу дела мы забываем, например, что затравились интересы и других государств. И, кстати сказать, вот, например, Литва. Поговорим мы о Беларуси, о Украине. Но я напомню, что старинный город Вильна, литовская историческая столица, была возвращена Литве Красной армией в 1921 году, сразу после освобождения переданной. Потом, во время контрнаступления по итогам реческого договора, Вильнюс опять оказался на территории Польши и стал уездным, точнее говоря, губернским польским городом. В 1939 году Вильнюс опять был возвращен Советским Союзом в буржуазной Литве. И произошло это за год до вступления Литвы в состав Советского Союза. Вот такая интересная деталь. И еще об одном моменте я бы хотел сказать. В этом году мы отмечаем православный мир, отмечаем большой юбилей. 800-летие Александра Невского, святого благоверного князя. Тоже немало сделавшего на ниве русско-западных отношений. В центре Варшавы стоял замечательнейший храм украшения города, храм Александра Невского. По распоряжению правительства Пилсуцкого храм был взорван и разобран. Мраморные плиты из этого собора были использованы для оформления внешнего разных зданий административных в Польше. А знаменитые яшмовые колонны разрушенного собора, прямо в порядке, я бы сказал, издевательства, были перевезены в выступальницу маршала Пилсуцкого в Кракове. Не хорошо. Говоря откровенно, это не коммунисты взорвали, не большевики, атеисты. Это добрые католики. Конечно, мечтать о том, что 800-летие православного князя, в том числе и православные Польши, инициируют вопрос о восставлении храма, нам бы хотелось. Но это все-таки мечты. А вот поставить хотя бы памятный крест на месте уничтоженного, выдающегося произведения архитектуры, было бы достойно. И я призываю польские власти, чтобы памятный крест установить. А если у муниципалитета Варшавы будет недостаток средств, то я думаю, что мы совместными усилиями российского исторического и военно-исторического общества все это организуем и даже проведем работы по благоустройству в центре Варшавы. Это было бы справедливо. Спасибо. Еще раз призываю, как можно больше историков и всех, кто интересуется историей, прийти на эту замечательную выставку, чтобы она стала чуть более известной в более широких кругах. Спасибо, Владимир Иванович, и за интересные выступления, и за хорошее предложение российское историческое общество поддерживает Ваши миссия силы. Спасибо. Попрошу выступить Александра Агановича Чубарьяна. Александр Аганович, Вам слово. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы сегодня присутствуем при Вашем событии. Советско-польская война продолжает оставаться в центре дискуссии историков России и Польши. Мы издавали с группой польских коллег учебное пособие для учителей средней школы, и там специальная глава посвящается этому вопросу. И надо сказать, что мы почувствовали и поняли, какие настроения существуют сегодня в кругах польских наших коллег. Вообще, эта война выявила довольно сложную, многофакторную ситуацию в этой части Европы, в Восточной Европе. Я только перечислю то, что известно, какие факторы оказались в эпицентре тех событий, которые сегодня служат и источником для наших дискуссий. Первое – это сама Польша. Два проекта, которые были в Польше, один – Домского, второй – Пилсудского и его окружения, но имели одну общую составляющую – попытки восстановить прежние ситуации и положения Речи Посполитой, которая предполагала поглощение части литовских, украинских, белорусских территорий, но и России, естественно. Эта концепция в итоге превалировала, и она оказывала влияние на события. Второй момент – это столкновение с Литвой, с Украиной тогдашней, и частью Белоруссии. Этот фактор оказывал очень большое влияние. Месяц назад у нас прошла встреча с литовскими историками, посвященная столетию договора между Советской Россией и Литвой. Должен сказать, что руководство Института истории Литвы справедливо и высоко оценивало этот договор, который был первым международным признанием литовского государства. Но и там шла мысль о том, как Советско-Польская война и политика Польши негативно отражалась на отношениях между поляками и литовцами. Третий фактор – это была сама Украина. На Украине были разные силы в то время. Была Советская Украина, была Петлюровская Украина, была Украина, тесно связанная с германским влиянием, и они тоже оказывали большое влияние на ситуацию. Известно, что Петлюровская Украина воевала вместе с поляками против Советской России. Но этот фактор и сегодня очень активно изучается в украинской историографии. Следующий момент очень интересный – это Белая Россия, Белогвардейская Россия. Деникин, Колчак и другие, они не признавали Польшу, они не признавали и Украину вне состава российского государства. Поэтому это тоже вносит определенный элемент, потому что они отказывались признавать польское государство как несуществующее вне бывшего царства польского состава России. Наконец, Запад, западное влияние, которое было, в сущности, Рижский договор фиксировал линию Керзана. И надо сказать, что как бы мы ни относились к линии Керзана, но она имела международное признание. И в конце концов, линия Керзана в 1939 году была та линия, которая устроила и тогда Советский Союз и другие. И, наконец, сама наша Россия, Россия, которая действительно, как правильно было сказано, предлагала полякам договориться, предлагала Польше осуществить двусторонние соглашения и подписать соответствующие решения. В сущности, военные движения Советской России начались после занятия поляками Киева. Это совершенно очевидный факт. Но я должен сказать также, как здесь тоже было сказано, что, конечно, помимо общих настроений Советской России, которые помнила и старые времена, было и стремление через Польшу принести мировую революцию прежде всего в Германию. Этот фактор, который существовал, тоже должен учитываться. Наконец, в наших отношениях с польскими историками существует то, о чем сказал Владимир Сталович Мединский. Это судьба военнопленных, наших военнопленных, красноармейцев, которые были на территории Польши. У нас есть разногласия с польскими историками по поводу красноармейцев. Польские историки и политические деятели пытаются доказывать, что польские не были убиты, а они были погибли от болезней, кифа и так далее. Это так. Но у нас есть совершенно точная точка зрения, что польские власти не обеспечили нормальные международно признанные условия для военнопленных, из-за чего это произошло. Таким образом, получилось, что это соединение самых различных факторов и привели к тому, что называется сегодня Советско-Польской войной. Рижский договор, конечно, имеет разные оттенки. Мы говорили о его несправедливом характере. Но в то же время это был исторический компромисс. Компромисс, который лучше было бы осуществить между нами и Польшей без войны, но компромисс, который, в общем, позволил прекратить войну, дал международное признание Польше. Одновременно было признание Литвы, Латвии, Эстонии со стороны Советской России. Я думаю, это один из уроков Рижского договора, что компромисс, всегда лучше добиваться его до и без военных столкновений. И второй момент, что показал Рижский договор, и мне кажется, это очень важно для сегодняшних условий, многолетние, многие столетия развития ситуации в этом регионе показывало и показывает, без России урегулирование и нормальное функционирование этой части Восточной Европы невозможно. Это доказало и 18 век, это был доказал 19. Это показала и Советско-Польская война, но это показали и события уже 20 века, которые были связаны и со Второй мировой войной. Я думаю, что этот урок очень важен для и нынешних отношений наших с польскими коллегами. В заключении, я хотел бы сказать, у нас много наслоений в отношениях нашей страны и Польши. Много есть что вспомнить. Были очень важные и позитивные вещи. У нас сейчас подписан на прошлый месяц договор с Польским институтом исторической науки, где мы рассматриваем взаимодействие польских научных учреждений и Российской империи и Советского Союза в 19-20 веке. Это важный момент. Но есть очень много конфликтов, которые были. Мне кажется, что задача историка состоим в том, чтобы преодолеть эти следы, как говорят, преодолеть эти конфликтные ситуации, которые были, и осознавать и понимать, что стабильность в этом регионе связана в большой мере с нормальными отношениями Польши с современной Россией. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Иванович. Мне кажется, очень интересное выступление. И вот я хотел бы еще раз подчеркнуть, из которой пытался ИФСР выступление выделить, что как бы ни относились к рижскому договору, справедливые, несправедливые, но надо сказать, что это компромисс. Причем компромисс, который удалось достичь в результате огромной дипломатической работы, в том числе и представителей Советской России. И я думаю, что любой компромисс намного лучше, чем военные действия. И в этом смысле рижский мирный договор, об этом все не говорили коллеги даже на открытии и выставке, он, как мне кажется, сыграл, в общем-то и целом, достаточно позитивно. Я хотел бы сейчас предоставить слово Юрия Александровича Петрову. Спасибо. Уважаемый Андрей Николаевич, Антон Васильевич, коллеги. Прежде всего, я хочу высказать слова признательности организатора на этой выставке. Наш Росархив в очередной раз, я скажу, не только выставку создал, но и подготовил замечательный педагог. Это как бы документальная база тех событий, о которых мы сегодня говорим. Это останется. И, благодаря ему, останутся у читателя все эти документы. Что хотел бы коротко, конечно, весьма в формате нашего стола отметить. Конечно, история должна нас объединять. Прошло сто лет с этих событий, и самый как бы резон сейчас нам совместно с польскими коллегами заниматься этой проблемой и сидеть с ними вот здесь или в Варшаве за одним столом. Я скажу, что есть прецедент. Прецедент в Москве действует Германский исторический институт. И при его участии, с его непосредственным участием, в прошлом году, к 75-летию победы, мы провели большую международную конференцию. Я считаю, что это такой хороший символ, когда дети и внуки бывших военных противников занимаются совместно историей тех соборов. Как глава Российско-Польской комиссии историков в Академии наук, у меня есть такое задание по Академии, я должен сказать, что у нас с польскими коллегами идет диалог. И мы с ними вполне сотрудничаем. Какие-то никакие острые вопросы, как у Анатолия Васильевича в комиссии. У нас вопросы, в общем-то, более-менее от регулярного свойства отношений между нашими странами, народами, научно-экономические, культурные отношения и так далее. Мы теперь работу ведем и проводим конференции, и издаем сборники материалов. На следующий год намечена очередная конференция по общественному движению в России и Польше в XIX веке. Мы это с профессором Заштовцем из Вашего университета делаем совместно и, мне кажется, весьма трудотворно. Но вот эта тема, тема войны, она как бы не стала нашим предметом внимания, хотя к ней внимание дипломатических кругов в Польше было привлечено. У меня была встреча в свое время, годы-два назад, в посольстве Польши, говорили о проведении совместной научной конференции, но затем, по каким-то соображениям, для меня неизвестным, эта тема исчезла. Я думаю, что это влияние политики. И если сегодня, как говорили, открылась листовка в Варшаве на ту же тему, как в Москве, но с совершенно иными трактовками, то это и есть свидетельство опасности того, что история становится служанкой политики, чего допускать ни в коем случае нельзя. И эти круги, проповандийские круги в Польше, которые олицетворяют Институт национальной памяти, мне кажется, они делают очень вредное дело, поскольку они не к истине стремятся, как настоящие ученые, а обслуживают некий политический заказ. Со своей стороны, в Академии наук мы работаем над этой темой. И я должен сказать, что недавно, практически в этом месяце, завышена подготовкой огромная работа том «История России. Побра и Гладской войны». Этот том, на самом деле, это два тома, две книги, каждая по 80 печатных листов. Это результат кремодных усилий наших ученых, которые заново написали «Историю Гражданской войны». И на основе всех новейших документальных разработок представили, так сказать, общий очерк истории нашей страны в эти смутные времена. А там, разумеется, есть и большой раздел об этой войне. Не поручусь, как он там называется, советско-польская или польско-советская, но об этой войне раздел такой есть. И, наконец, последнее, что я бы, наверное, сказал. То, что, не будем забывать, что в котле этой войны родились еще национальные народы государства. И Украина, и Белоруссия, и Литва, да и остальные пропалтийские государства, которые вышли из Рижского мира. Я думаю, что это обстоятельство ни в коем случае выпускать из виду нельзя, говоря о результатах Рижского мира. Это не было только выигрыш или правилыш одной из сторон. Эти события привели к общей геополитической смене декораций в Восточной Европе. И нынешние современные государства и Белоруссия, Украина и другие, они, в принципе, как раз детьми этого Рижского мира, о чем мы забывать не должны. Ну и последнее, говоря о Пилосуцком. Конечно же, его идеи, как сегодня сказал Сергей Евгеньевич, были полным анахронизмом. От моря до моря речи Госполитты, оставив Россию в границах 16 века, без выхода к морям, сделать ее второсортной державой, как он сам писал, так, чтобы она не могла больше влиять на судьбу Польши, вот была его идея. А мечта была, как он сам писал, дойти до Москвы и на стенах Кремля написать, запрещается говорить по-русски. Вот это была мечта создателя польского государства, чем, собственно, мне кажется, полякам не стоит гордиться против таким своим основателям. Но, впрочем, это их дело. Еще раз хочу поблагодарить организаторов этой конференции, этой выставки. Было сделано, по-моему, очень важное и значительное дело. И я должен сказать, что Росархив в последнее время является таким локомотивом нашей исторической науки, в историческом обществе. Главным датом нашей истории они всегда делают очень впечатляющие и содержательные выставки. Спасибо вам за это. Спасибо. Спасибо. Вы вышел уже по гражданской войне? В руку присел, хорошо. А, руку присел. Ну, и рука находит. Да, тогда и влачается еще. Хорошо. Будем ждать с нетерпением. Спасибо большое. Я сейчас передаю слово Андрею Константиновичу, дневнику, директору национального архива. Спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие российские друзья, прежде всего, я также хочу поблагодарить за возможность принять участие в открытии такого уникального выставочного проекта и в представительном научном форуме. сегодня на открытии выставки, и вот сейчас, в ходе круглого разрушало очень много информации по тем историческим событиям, поэтому я уже на ходу подсократил свой доклад, и с вашего позволения перейду сразу к документальной основе этих событий, к документам, которые хранятся в Национальном архивном фонде Республики Беларусь. Я попрошу слайд, если можно, сразу перейти к пятому. В фондах архивных учреждений нашей страны сформировался значительный корпус документов по указанной проблематике. Загадательное – это постановление обращения, заявления советских руководящих органов, актовые материалы, дипломатические документы, материалы делопроизводства, распорядительная документация, справочная информационная, текущая переписка, статистические материалы, итоги переписи 2019 года, материалы периодической печати, изобразительные документы, а также документы личного происхождения. Пятый слайд, пожалуйста, если можно, сразу давайте пропустим. В фондах Национального архива выявлен целый ряд документов, свидетельствующих о крайне тяжелых последствиях польской оккупации белорусских территорий. Сегодня об этом тоже уже много говорилось. На занятых землях в Беларуси польские власти установили жесткий режим. Для управления захваченным белорусскими территориями был создан генеральный комиссариат гражданского управления восточных земель. Захваченные на восток от Беларуси по белорусской земли были разделены на четыре округа. Брестские, Волынские, Вильянские и Минские. Во главе округов в Поветов стояли комиссары, старосты, администрация комбинтовалась в основном из возвратившихся на кресла польских земледельцев. Уже первое распоряжение польских властей говорили именно о жестовкости их политики. 13 августа 2019 года издан указ о запрещении публичных сборов, сходов, митингов. 20 августа было объявлено, что польский язык является государственным. А 24 августа менялось действие всех декретов и постановлений советской власти. Активно вывозились ценности и богатства с оккупированной территории. Только за период июля-ноября 2019 года Польшу было вывезено 5894 вагона военной добычи. Массовым явлением стали реквизиции в пользу армии противника, фураж, лошади, продовольствия, телеги. В секретном приказе номер 5 главного командования польских войск от 30 августа 2019 года отмечалось. Главное командование ожидает, что командование фронтом сделает все, что только в его силах для улучшения плохого состояния продовольствия. Робо здесь не к месту. Солдат должен быть сыт. Главное командование даже отступит от предписаний, чтобы только дать солдату, что ему следует. Это фактически было разрешение на грабеж мирного населения. Еще было более тяжелым положением в городах. В Минской газете «Беларусь» в октябре 2019 года отмечалось. Ежедневно на рынках у домов и магазинов можно видеть десятки людей, которые предлагают за весценок различные вещи. Рабочие уходят на заработки в деревню. В Нарьев газете сообщалось, что с голода повесилась учительница начальной школы Софья Женевска, 35 лет. Такой печальный факт. Широкое распространение получило мародерство польских солдат. Все эти факторы породили массовое движение сопротивления, которое жестоко подавлялось польскими частями. Процитирую фрагмент из обращения полковника польской армии Барушанок, жителей местечек, сел, деревень от 19 июня от 19 года. Более тем, кто поднимет руку на наше войско. Более тем, кто еще прячет оружие для того, чтобы стрелять из-за углов утомленного солдата. Такие деревни будут беспощадно сожжены и вновь на месте расстреляны. Это из документов, хранящихся у нас в Национальном архиве. В январе-феврале 2021 года было принято решение передачи прав на условия природных ресурсов. Концессия в государственных лесах, размещенных рядом с границей Польши, которые имеют удобные пути сообщения для обеспечения финансовых претензий поисковой страны. Согласно слайд-фельце, у нас есть и кардографический материал, хранящийся в государственном архиве Минской области. Согласно условию реческого договора, западная Беларусь отходила больше 613 тысяч квадратных километров с населением 4,6 миллиона человек. А на востоке социалистическая советская республика Беларусь фиксировалась в пределах шести уездов Минской губернии. Пожалуйста, слайд-шестой. Помимо потери значительной части территории, белорусские земли от войны окупаться принесли значительный материальный урон. В фондах Национального архива хранится отчет о деятельности, состоящей при Саннахкоме социалистической советской республики Беларусь, Центральной комиссии для оценки убытков, причиненной действием поиска армии и оппозиционными польскими властями государства и частным лицам и учреждениям. В данном отчете отмечалось, пожалуйста, слайд восьмой. Переходя к цифровым итогам, Центральная комиссия сообщает, что окончается на туристину установленным местным органами убытков на следующую сумму. Золотыми довоенными рублями 52 млн 29 281 рубль, польскими марками 77 млн 175 619 рубль, царскими на 38 млн 775 431 рубль. Только в Борисовском, Судском, Игуменском, Баруськом, Минском, Мозырьском районах ущерб от польских окупаций окупация составила 5862 лошади, более 9 тысяч голов рогатого скота, более 12 тысяч свиней, 173 тысячи кудов картофеля и так далее. В пересчете на повоенную золотую валюту составило более 52 млн. рублей. Так в документе. Рижский мир, заключенный в марте 2021 года, поэтому город не сплошь имел сугубо компромиссный характер. Он в полной мере не удовлетворен ни одной из договарившихся старого сохранивка в политическом арсенале взаимного обвинения в несправедливости территориальных постановлений, прежде всего с точки зрения местного беларуского населения. Пожалуйста, слайд 9. Уже в конце июня 2021 года от руководства Социалистической Советской Республики Беларуси Народному комиссару по иностранным делам Чечерину поступил следующий документ, подлинный, который хранится в Национальном архиве, где указывалось, польские власти закрывают общественно-культурные учреждения без предъявления им каких-либо обвинений. Должен культурно-просветительскую работу со 60 беларуских школах. Беларусским кооператорам не отпускают товаров. Разоренная война беларусам не оказывается помощи. И другие. Пожалуйста, слайд 10. В фондах Национального архива хранится постановление президиумов ЦИК, датированное февралью 1920 года, связанное с реалюпрацией имущества, вырезанного период с 1914 по 1920 годы. Документы отмечались всем государственным учреждениям и общественным организациям республики, имеющим материалы и сведения о вывозе имущества в Польшу, немедленно сообщать об этом на автомат иностранных дел. Доказательства факта эвакуации могут служить не только документы, непосредственно подтверждающие его, но и свидетельские показания отдельных граждан, сделанные перед местными народными судьями. Уважаемые коллеги, помимо названных документов в фондах Национального архива выявлены также следующие интересные документы, обсуждаемые проблемы, буквально несколько перечислю. Мото председателя СНК БССР Маркома по иностранным делам Червякова, министру иностранных дел Польской республики господину Скирмату, 21 августа 2021 года, схема работы Арканзема по сбору материалов, необходимых при проведении государственной границы между Россией и Беларусью и Украиной, с одной стороны Польши, с другой, в 2021 год. Общая сводка суммы убытков, причиненных действиями Польской армии и Польскими оккупационными властями государства, учреждениями, частыми лицами на территории СССР, в 2022 год. И десятки других очень интересных, уникальных документов на рассматривающую тему. Также комплекс документов по сегодняшней теме интересно хранится в фондах государственного архива в Минской области. Я попрошу додослать, если можно дальше, просто пролистайте до конца свою тоже перечень документов, и некоторые из них представлены сегодня на выставке. Интересные документы хранятся в фондах Белорусского государственного архива Музея литературы и искусства, в частности касательно Слудского властания. И собрать с ним документы значительного объема представлены в фондах Белорусского государственного архива кинофотодокументов в городе Дзержинске. И это только некоторые части наиболее интересных и важных документов. Хочется в заключение отметить, что эта тема представляет значительный интерес для белорусских и российских исследователей, и указанные документы вводятся в научный оборот с профессиональными оценками специалистов. И не могу не ответить, как сегодня уже неоднократно говорилось, как уже было сказано, именно в архивных документах содержится объективная и беспристрастная правда. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я хотел бы сейчас передать слово Андрей Константиновичу Сорокину. Спасибо, Анна Борисович. Сегодня уже было много сказано об актуальности темы, которой посвящен сегодняшний представляемый проект. Представлена канва основных событий. Это избавляет меня от необходимости еще раз говорить о причинах нашего обращения к этой теме. Хочу подчеркнуть лишь, что сегодня мы участвуем в представлении двуединого историко-документального проекта, посвященного одной теме «Поско-советская война», «Рижский мирный договор». Полтора часа назад мы открыли историко-документальную выставку, а сейчас представляем вашему вниманию интернет-проект. Этот интернет-проект представляет комплекс архивных документов и материалов, освещающих события вооруженного противостояния и дипломатического урегулирования конфликта Советской России и Польши. Цель интернет-проекта следующая. Мы видели необходимость в расширении документальной базы и углублении знаний о дискуссионных страницах взаимоотношений Советской России и Польши в период после создания и строительства новых государств по завершении Первой мировой войны. Хронологические рамки проекта охватывают период от подписания Первых советских деклараций и декретов по польскому вопросу до заключения Рижского мира, то есть с рубежа 1917-1918 годов по март 1921 года. Для достижения поставленных целей были сформулированы следующие задачи ввести в научный и общественный оборот массив архивных документов включая визуальные исторические источники фотографии, а также карты, схемы, плакаты относительно полно представить сложную картину поиска советской войны и мирных переговоров, включая события военной, дипломатической и политической истории, воссоздать хронологическую последовательность основных событий советско-польских отношений в 1918-1921 годах и показать участие в событиях помимо Польши и Советской России и других субъектов конфликта, среди которых советские буржуазные национальные правительства Белоруссии, Украины, Прибалтики, государства Западной и Центральной Европы, а также белогвардейские правительства и военные формирования. Структура интернет-проекта выстроена в соответствии с тематикой хронологическим принципом и состоит из семи разделов, точно так же, как и историко-документальная выставка. Перед схваткой первый раздел 18 января 2019 года, второй раздел вторжение польское наступление 1919 года, здесь отражены события февраля-октября 2019 года, третий раздел лирная передышка осень 19-го, зима 19-го 20-го годов, следующий раздел поиски, поход на Киев весна 20-го года, пятый раздел активной обороны и контрнаступления Красной Армии, конец мая-август 20-го года, шестой раздел сражения на Висле август-сентябрь 20-го и седьмой завершающий раздел на пути к компромиссу Рижский мир, осень 20-го марта 21-го года. Для интернет-проекта были отобраны 789 архивных документов, разнообразных по своему видовому составу. Ключевые из этих документов мы постарались представить в этой короткой презентации, я не буду каждый из них комментировать за недостатком времени. Это декрет и постановление высших государственных и партийных органов Советской России, решения органов государственной власти Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Великобритании, переписка советского руководства, дипломатические документы, директивы и приказы военного командования. В рамках проекта представлены 93 фотографии, 21 карта и схема. Корпус архивных документов дополнен пропагандистскими материалами, листовками 34 названия и плакатами на русском и польском языках, 36 позиций, включая легендарные окна роста, а также образцы живописи и графики Советской России 18-21 годов. Вниманию пользователей также представлены аудиозаписи и кинохроника по три позиции изображения музейных предметов, представленных в рамках историко-документальной выставки, в том числе личных вещей Ленина, Дзержинского, Буденного. В интернет-проектах включены документы из фондов российских федеральных и ведомственных архивов главной организации и в отношении интернет-проекта выступил также, как и в отношении выставки Российский государственный архив социально-политической истории. Помимо него еще шесть федеральных архивов подведомственных Росархивов приняли участие в подготовке интернет-проекта. Специальные слова благодарности нашим партнерам подведомственных историко-дипломатическому департаменту НИД, архиву внешней политики Российской Федерации, архиву внешней политики Российской Империи. Очень ценные документы были представлены архивом президента Российской Федерации и, конечно же, мы уже произносили эти слова благодарности в адрес наших белорусских коллег. И я хотел бы эти слова повторить сейчас еще раз. Четыре белорусских государственных архива, Национальный архив Республики Беларусь, Белорусский государственный архив кинофото, фонодокументов, Белорусский государственный архив Музей литературы и искусства, Государственный архив Минской области представили документы для выставки и интернет-проекта. Часть из них была только что представлена выступлением Андрея Константиновича Деменюка. Я должен обратить внимание собравшихся, что значительная часть этих документов представлена в тачскринах в электронном виде уже в рамках той историко-документальной выставки, которая открыта в залах выставочного зала федеральных архивов. Нашлось место в рамках интернет-проекта и для нескольких украинских документов. Это ключевые документы политической и военной конвенции, подписанной весной 1920 года Польшей с одной стороны и Украинской народной республикой с другой стороны. Каждый публикуемый документ в рамках интернет-проекта снабжен редакционным заголовком, который содержит общую характеристику источника, легенда, то есть контрольно-справочные сведения о документе содержат поисковые данные, шифр документа, содержатся также указания на подлинность или копийность и его датировку. Все это вы можете видеть на экране рядом с электронными образами представляемых документов. Интернет-проект снабжен научно-справочным аппаратом, который включает в себя перечень публикуемых документов, краткие биографические справки, именной и географические указатели, составленные по документам, список сокращений. Проект предоставляет возможности поиска по заголовкам документов, а также по названиям архивов и музеям, ряду других поисковых запросов. Специально для проекта были подготовлены научные статьи, которые публикуются и в рамках проекта, они опубликованы и в рамках каталога, предваряют каталог историко-документальной выставки. Их авторами выступили ведущие отечественные специалисты по истории советско-польских отношений первой половины 20-го века, Михаил Иванович Мельтюхов и Геннадий Елипыч Матвеев. Я их сердечно благодарю за совместно очень плодотворную работу и те обсуждения, которые имели место в ходе этой работы. Мне кажется, эти два текста стали украшением интернет-проекта, который мы сейчас представляем. Мы уверены в том, что обширный комплекс документов и материалов, представленный в рамках интернет-проекта, позволяет непредвзято оценить события исторического прошлого в контексте конкретной эпохи, отказаться от политизации этих событий. Ну и заканчивая презентацию интернет-проекта, Анатолий Васильевич должен сказать, что не только Института Российской Истории, но и Федеральное архивное агентство работает над темой гражданской войны, выпущен под гримфом Росархива и Российского исторического общества первый том энциклопедии России в гражданской войне. Сделан этот том вместе с Институтом Российской Истории. В ближайшие полтора месяца ожидаем два следующих тома. С огромным удовольствием презентуем это издание МГИМО и всем, кто будет в этом заинтересован. Я извиняюсь с маленькой дополнения, если мы говорим еще о гражданской войне, то у нас еще наверное на следующей неделе появятся два тома, давно уже обещанные. Это издание первое полное систематическое издание документов жизнедеятельности адмирала Колчака. Первый том полтоводец до 17-го года, а второй том верховный правитель России до его гибели. Никогда больше половинных документов не будет. Это тоже большущий флаг поможет тем гражданской войны. Спасибо. Я не думаю, что есть нужда введение каких-то итогов. Я единственное, хотел бы, знаете, напомнить в послании приветствован президента очень, мне кажется, мудрая мысль одна присутствует. Не одна, конечно, мысль, которую мы вниманием привлекает. Внешний историк и финальный проект еще один шаг к тому, чтобы мы смогли перевернуть сложные страницы прошлого, чтобы события столетней давности не были предметом соснательных искажений и манипуляций. Не разделяли государство, а служили в укреплении взаимного доверия. Вот мы сегодня говорим о поиско-сайской войне. Ну, конечно, о взаимомерениях Суцкого мы имеем представление. И речь восполитая от моря до моря, и вот то, о чем говорил Александр про кремлевскую стену, на которую он хотел что-то там написать. Но я хотел бы все-таки напомнить о том, что кавалерийский наступ и решение большевистского руководства через Польшу большевизировать всю Европу и, так сказать, революцию продвинуть в Европе тоже присутствовал. Понимаете, очень все многозначно противоречило в этом периоде, как и участие тех самых государств, о которых мы сегодня говорили, и балтейские государства, и тех сил, которые действовали и в Украине, и в Беларуси. И в конечном итоге я как раз считаю и пытался об этом сегодня сказать, что революционный договор, он стал все-таки таким компромиссом в этой весьма многосложной, многофакторной ситуации. И очень хотелось бы, вот Юрий Александрович обращаясь к вам, Александр Ганкович, поскольку вы продолжаете работать с польскими коллегами, чтобы, во-первых, до них эти материалы дошли, чтобы мы их не поставили в известность, что они есть. И вот Володю Григорьеву надо попросить через центр, чтобы это сделали. И в печатном виде отправили, и, естественно, обратили внимание на этот потрясающий, на мой взгляд, проект, интернет-портал, который посвящен войне, действительно уникальный. И всем, кто занимается периодом гражданской войны, первых лет после гражданской войны, российско-польское отношение, он имеет для всех для них огромное значение. И как источник для раздумий анализа, подготовки новых материалов, монографических, публикаций и так далее. И в целом я хотел присоединиться уже к тому, что много раз сегодня говорил, к благодарности за то, что такая работа была проведена, гигантская, на мой взгляд, работа, и очень-очень интересная. И я вот сейчас убедился даже, слушая, Андрей Константинович, что портал намного шире, чем то, что мы увидели в каталоге выставки, все это, я думаю, что и все, кто этой темой интересуется или заинтересуется в будущем, сегодня имеют просто фантастический ресурс для того, чтобы все это изучать, смотреть, читать и делать какие-то выводы. Но очень важно, еще раз завершаю, чтобы мы эту работу ввели вместе с польскими коллегами. Потому что, понимаете, то отчуждение, которое сегодня есть, оно, конечно, связано с кульпитами политическими руководством польского, но Польша никуда не денется. Она географически как расположена рядом с нами, недалеко, во всяком случае. Как исторически мы были с ней всегда связаны, так и будем связаны. Поэтому мне кажется, что нам надо по линии, если по линии политического взаимодействия сегодня не очень получаются, но по линии научного взаимодействия, сотрудничества с польскими учеными, среди польских ученых есть люди очень высокой морали, и профессионалы хорошие. И там есть с кем работать. И много работы. Понятно, что у нас никогда не будет полного совпадения позиций, точных зрений по тем или иным вопросам. Но когда работаешь вместе, то и другое ощущение, другие подходы нет может быть того эмоционального запада, который даже сегодня чувствуется во время открытия нашей выстрелки, это сто лет прошло, а эмоции мы еще преодолеть зачастую не можем. Они иногда носят, я бы сказал, такой субъективный характер, прямо скажем. Ну и понятно, понятно, что эмоции есть, а они вообще субъективны. Так что большое спасибо всем участникам, ну и будем надеяться, что и в дальнейшем увидим потрясающий материал, который нам готовят наши коллеги. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok